Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Ольга Пырочкина. Я много работаю, сидя за компьютером, мало сплю, испытываю постоянно стрессы во время ведения прямых эфиров и перекусываю, чем попало между съемками. Это я, собственно, к чему? К тому, что тема нашего сегодняшнего круглого стола здоровый образ жизни. Скажу сразу честно, я не верю, что современный человек может вести действительно здоровый образ жизни. Но переубедить, мне в этом сегодня помогут мои гости, давайте с ними познакомимся. Итак, Ефимова Ирина Петровна, главный врач республиканского кардиологического диспансера. Следующий наш гость это Павел Михайлов, директор пекинской школы шаолиньского кунг-фу, мастер кунг-фу. Рядом со мной сидит Степанова Алина Витальевна, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Чувашской республики и главный внештатный диетолог Минздрава России в Приворском федеральном округе. Рядом со мной слева сидит Кирилл Лукин, это председатель общественной организации «Здоровая нация» и симпатичная девушка Ирина Кузьмина, это психолог. Когда я готовилась, поняла, что здоровый образ жизни – это понятие такое очень размытое и которое постоянно меняется, потому что некоторые люди практикуют сыроедение и называют себя зожниками, некоторые не едят мясо, тоже считают, что ведут здоровый образ жизни. Последнее время часто пишут про диету, я даже не запомнила название, сейчас посмотрю, кетогенная диета, то есть мало углеводов, много белков и жиров. Вот первый вопрос к вам, Алина Витальевна, что вы думаете по этому поводу? Ну вот смотрите, если взять здоровый образ жизни, то фактор, который влияет на здоровье, фактор питания вообще в здоровом образе жизни занимает почти 50 процентов. Да, 30 почти процентов – это физическая нагрузка, поэтому, конечно, питание очень важно. Но то, что касается принципов здорового питания, то существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Их 12 пунктов, то есть они вообще в общем доступе в интернете есть и, конечно, к сыроедению или к вегетарианству или к кетогенной диете никакого отношения это не имеет. А вот всегда нам, то, что вы говорите, то, что есть в интернете, наверняка, если я открою, я увижу, что там сбалансированное питание. Но с другой стороны, вот эти вот новые веяния, они же тоже строятся на каких-то научных открытиях ученых. Но вот вы же не будете спорить, что наши организмы не до конца изучен, например. В практической диетологии, вот в медицине нет таких нововведений, но модных, может быть, каких-то диет. Диета – это все-таки когда диетой лечится. А здоровый образ жизни, вы же понимаете, что если человек соблюдает здоровый образ жизни, то он должен жить пожизненно. И вот эти 12 принципов здорового образа жизни, их можно соблюдать пожизненно. Там нет общих слов, там, типа сбалансированного или какого-то питания. Там очень четкие рекомендации. Первое, например, ваше питание должно быть разнообразным, то есть борщ, сваренный в понедельник, не должно съедаться в течение всей недели. Да, только огурцами тоже не суждаются. Да, то есть или там яблочная диета. Если даже вот эта яблочная диета, то она противоречит здоровому питанию. Конечно, поджелудочно-железно, мне кажется, удалят. То есть получается на яблоках целый день тоже нельзя. Поэтому, конечно, кто хочет стать, ну, быть здоровым, все-таки нужно эти принципы, они очень легкие, их нужно просто соблюдать. Первое – это питание должно быть разнообразным, то есть в каждый прием пищи можно, нужно максимальное количество продуктов. То есть, если, например, у вас… Как интересно слышать это от диетолога. Да, то есть каши, если, например, завтрак – это каши, то каши должны повторяться в течение недели все каши, то есть супа тоже точно так же в течение недели все. Но вообще в здоровом питании, в питании существует всего два закона. Первый закон – это сколько ты съел, столько ты должен потратить по энергии. Второй закон – это ваше питание должно соответствовать вашим потребностям по веществам. Ну да, если я работаю на стройке, да, это совершенно одни потребности. Если я вот сижу, когда мы с вами… Да, это уже другие потребности. И всегда хотелось спросить, вот вы диетолог, что себе вредно вы можете позволить иногда, если честно? Ну, вот смотрите, нет таких продуктов вредных и хороших. То есть, все познается в величине. Копченая колбаса даже? Ну, копченая колбаса, если вам очень хочется, но если маленькой, там, я не знаю, сколько грамм ломтик, то это вам никакого вреда не это. Если не съедать… Вопрос в количестве. Вопрос в количестве. Делаю вывод, что если очень хочется, то чуть-чуть можно. Да, чуть-чуть. Очень интересно. Знаете, еще, какие бы ни были вот рекомендации, да, это новые, может быть, старые принципы. Почти всегда, даже если в Яндексе мы наберем здоровое питание, появятся картинки с таким огромным количеством горой овощей, да, и фруктов. Вот еще одна тогда проблема современности. Что делать, если мы постоянно слышим про пестициды? Тот же глифосат, который используют, да, в ряде стран уже проводят исследования, у людей глифосат, в ванан, ну, то есть в моче находят буквально. Что делать, как питаться вот этими самыми овощами, клетчатку получать и в то же время, да, не травить себя какими-то вот такими вещами? Ну, первая рекомендация, конечно, лучше овощи и фрукты, прорастающие в нашей местности, все-таки употреблять. То есть привычные нам продукты, они должны быть в рационе, ну, ежедневно и постоянно. То есть, к которому мы генетически приспособны. Да, я слышала, такое движение есть, называется немножко по-иностранному, лакейверы. Они едят только то, что, да, прорастрают в радиусе определенных там количеств километров. Действительно интересная теория, это что означает, что наш организм не приспособлен, например, есть какие-то апельсины и ананасы? Ну, я думаю, даже дело не больше не в этом. Дело в том, что когда все-таки продукты, овощи и фрукты привозятся, то есть для того, чтобы их довести, все равно какие-то, значит, процессы там проводятся. То, что касается вашей моркови из огорода выращенной, там уж нет ничего такого. Или там то, что на рынке продают, да, то есть это продукт, который и зимует у нас, и можно есть и зимой, и весной, и осенью, то есть и вот то, что вы говорите, чтобы меньше нагрузка была вот токсической, ну, по-моему, образом так говорят, лучше, конечно, вот местного производства. По данным чувастата нашего, да, мы очень мало, все равно очень мало потребляем овощей и фруктов, потому что потребление овощей и фруктов – это один из пунктов здорового питания. Ну, потому что, наверное, дорого для нашей полосы, да, зимой, понятно, что не купишь, в принципе, местных практически огурцов, помидор. Все, что привозят, это достаточно дорого для населения. Ну, капуста. А вот засоленные овощи, это, ну, как бы, можем потреблять или это вообще... Ну, засоленные – это с высоким содержанием соли. Сейчас ведь можно замораживать. Вот пациенты, которые ко мне приходят на прием, они все равно переходят на такое правильное питание. Я вообще на приеме сначала пациентов довожу до здорового питания, до принципов. И даже вот когда начинают соблюдать принципы здорового питания, уже уменьшение массы, уже нормализация каких-то там параметров организма происходит. Но у нас ведь заморозить можно и те же самые кабачки, зачем? Те же самые то, что цукини, те же самые помидоры, все же можно заморозить. Ну, мне как раз предстоит покупка холодильника, я поняла, что, да, я выберу с большой морозильной камеры, видимо. Да, сейчас можно уже заморозить клубнику, вот клубника пошла, да, то есть получается... Ну да, если я все не слопать в первый же день, покупки все. То есть если этим вопросом задаться, это все можно реализовать. Вот следующий вопрос у меня тогда к Ирине. Да, Алина Витальевна сказала, да, у нас, если очень хочется, чуть-чуть можно. Что делать, если мне хочется и чуть-чуть не получается? Много хочется, чуть-чуть не получается. Я на самом деле понимаю этот принцип. Почему? Наши предки, да, вот мозг выработал, мне кажется, цепочку поощрения, выживаемость. Если человек делает что-то полезное для выживания, мозг говорит ему, это приятно. То есть раньше, да, почему люди стремились к калорийной пищей? Потому что неизвестно, когда еще раз ему удастся поесть. С природой-то как бороться? Начнем с того, что эмоциями заполнять свой день, свою жизнь, в принципе. Мы почему? Мы заедаем, да, мы иногда даже не смотрим, что мы едим. Мы даже запах иногда не можем не вспомнить, что мы съели. Проглотили и все. То есть включить осознанность. Я ем, потому что сейчас хочу есть, а не потому что я заедаю что-то. Вот если сейчас прием пищи, ну, в принципе, я недавно поела, не голодна, не проголодалась. Вот мне интересен вкус или мне хочется заесть какую-то эмоцию? То есть я расстроена сейчас или я, наоборот, слишком веселая, там, да, вот куда-то надо это... Да, отпраздновать что-то, да? Да, эмоции эти куда-то деть, так, да, вот переключиться. И прежде чем вот какое-то действие принять, есть, да, там, надо сделать двигательную активность. Как ни крути, эмоции – это двигательная активность, крупная моторика. Походить немножечко, может, подвигаться просто ручками, там, да, там, не знаю, посуду пойти помыть. То есть тот же эндорфин включается. Ну, знаете, очень сомнительно звучит предложение, да, поесть не шоколадку или помыть посудой? Да. Какая вытрость поесть шоколадку? Выбрать, соответственно, понять опять, что шоколадка мне это даст. Я сейчас ем шоколадку, потому что мне хочется вкуса, или я ем шоколадку, потому что мне не хватает эмоций? Конечно, вкуса. А что делать в том случае, если я понимаю, что я не хочу есть, но вот же она лежит? Значит, мне хочется вкуса сколько? Если я больше одной дольки не могу, значит, это эмоции, а не все-таки не вкус. Эмоции? Конечно. Если мы съедаем две уже, это эмоции. Значит, не хватает эмоций. В чем мне не хватает? Где мой дефицит? Почему у меня дефицит эмоций? Где моя активность, где моя творческая какая-то составляющая? Тем более, если женщина, у нее творчество есть. Что меня вдохновляет? Где моя вдохновение? Книга, кино, что-то, ручной труд. Ну вот сижу я, предположим, на работе. Хочется мне шоколадки, наверняка эмоции. Не могу я никуда с работы выйти, пойти вышивать бисером, например. А потом, скажи, она вот. Переключиться на книгу, на какой-то там сюжет, который нравится, небольшой, или на научную какую-то, что-то вы изучаете. Потому что мозг наш любит учиться. Ну, кстати, вот тут, конечно, тоже паука о двух концах. Мозг любит учиться, он после новой информации может опять за шоколадкой потянуться. Поэтому... Пощерить себя. Не то, что даже пощерить, чтобы подпитаться. Встать обязательно придется, наверное, в таком случае. Вот. На что-то переключить свой мозг. Тогда шоколад будет на вторую. А вот что вы посоветовы сделать? И убрать. С глаз долой? С глаз долой и сердцем. Убрать ее. Книжкой закрыть, любимой. Но эмоциями насыщать свою жизнь. Если насыщения не будет, будет потом как раз насыщение через рот. Ну, вот что вы посоветовы в первую очередь? Например, да, прямо сейчас, предположим, у меня здесь лежит зефир, да. Вот он у меня лежит в редакции. Я сейчас, думаю, пойду после круглого стола. Вот что я могу прямо сейчас сделать, да, например? Это что действительно? Поприседай, да, может быть, чтобы как-то... Возьмите, уберите, порисуйте. Начните рисовать. После рисования план. А что я хочу, допустим, да, как раз вот. И важность. Можете даже в первое время некоторые как раз составляют. Сейчас важно съесть список или сейчас важно что-то другое. Там, да, что я хочу. Я, допустим, не ем потому что. Или действительно, может, сейчас вреда нет никакого, можно съесть. Вы же сами знаете свой организм. Вы сами знаете, что он полезен, что не полезен. Если не знаете, у вас есть специалисты, которые помогут, что вам надо, не надо. И сходите из этого, взвешивайте. Вот. И убираем. С глаз долой убираем. Но разрешите себе, дайте время, когда вы это все-таки съедите. Иначе будет такой незавершенный момент, как я вообще же не съела. Либо разрешите себе там съесть там дольку, ну там половинку. Но север, по-моему, не так сильно вредно, как там даже шоколадка в большом количестве. А знаете, я когда-то тоже задумалась. То есть вот на самом деле еще ни одно поколение не привело к самоуничтожению. То есть на самом деле каждое новое поколение, оно же живет по своим каким-то новым принципам, в новых условиях. Пока. Ну, возможно, да. Я не имею в виду, конечно, войны, да, там или какие-то, не знаю, андронный коллайдер, да, который там черную дыру запустят. Тем не менее, у нас у всех был разный образ жизни по сравнению даже с нашими бабушками. И тем не менее, мы не вымерли, а наоборот, мы стали жить дольше, да, благодаря там развитию медицины и так далее. Мы все не работаем в поле, да, под жаркими улучшами сидим в офисах, кондиционерами. Может, ничего менять и не стоит, как вы думаете? Вот этот вопрос к вам, да, например, Елена Петровна, что вы думаете? Ну, я считаю, что менять стоит. Вы говорите о продлении жизни. А образ жизни менять нынешнее поколение? Образ жизни стоит менять. Вы понимаете, что 100 лет назад причинами смерти, ну, 120 лет назад, основными причинами смерти были инфекционные заболевания. Успехи медицины позволили снять, уйти с первого места инфекционным заболеванием. И тогда на первое место вышли другие заболевания. То есть люди не доживали просто до инфаркта, да? Да, болезни сердечно-сосудистой системы. И сегодня они лидируют в структуре смертности. То есть это те болезни, которые сокращают нашу жизнь. Мы их называем факторами риска или то, что приводит нас к этой преждевременной смерти. И в ранжировании, которое было проведено и Всемирной организацией здравоохранения, и кардиологами всего мира, существуют определенные факторы риска, которые расставлены по местам. И есть вклад каждого фактора риска вот именно в сокращение нашей жизни. Вот как раз про это хотела спросить. То есть мы все больше про еду, а хочется про какие-то другие моменты. Что кроме еды, да, влияет в первую очередь на развитие социально-сосудистой системы? Ну, здесь много такой комплексный подход. Это и правильное питание, о котором говорила Алина Витальевна. Это и маленькая двигательная активность. Это неумение следить за своим здоровьем. Что я под этим подразумеваю? О том, что, например, внешне здоровый, успешный мужчина, который состоялся на работе, имеет определенные успехи, может быть, в бизнесе, может быть, в карьере. Ну, в силу того, что он чего-то добивался, у него есть определенная стрессоустойчивость присутствует, но она не далась ему так легко. То есть он заплатил какую-то частичку своего здоровья. У него, возможно, чуть-чуть повышенное артериальное давление, которое он не замечает. Случайно померил 140-150, решил, для моего возраста нормально, все хорошо, я живу дальше. Он любит вкусно покушать, а вкусная еда, как правило, она немножко вредна, иногда немножко вредна. Это значит, у него повышенный холестерин, а, возможно, еще есть нарушение повышения глюкозы, то есть сахара в крови. Может быть, он немножко покуривает, то есть он тоже пытается уйти от стресса таким образом. Если мы посмотрим по специальной шкале СКОР, которую знают все кардиологи, и, может быть, даже некоторые врачи общей практики, то, посмотрев все вот эти параметры, он попадает у нас в группу очень высокого риска. Не двигаясь достаточной активности, питаясь вредненько, не следя за своим холестерином, не измеряя свое артериальное давление, для него вдруг случайно, внезапно случается либо инсульт, или инфаркт, которые, в принципе, способны сократить нашу жизнь, либо привести к инвалидизации. Вот в основном все эти, кто курит, да, они действительно не думают, а когда им говорят, ну, курить – это же вредно, ты же в таком возрасте, ну, такой комплекции, да, предположим, бросай курить. Они говорят, зачем бросать курить? Да ничего со мной не будет, а вдруг я вообще там под машину попаду. Вот можете вы привести какой-то такой факт, чтобы человек, который так думает, и сейчас стоит, курит, или смотрит нашу передачу, вышел на балкон покурить, прямо сейчас взял пачку, выкинул в ведро? Курение стоит на втором месте в ранжировании факторов риска, которые являются причинами преждевременной смерти. То есть, если он прямо сейчас бросит курить, насколько у него снизится вот этот риск? Это для каждого, это зависит от его уровня артериального давления в среднем. Ну, в среднем процентов на 10-15 у него риск возникновения смертельных заплеваний в виде инфаркта, инсульта, он снижается. Это прямо вот произойдет на следующий день, через неделю, через 10 лет? Нет, нет, нужно определенный стаж. Чем больше куришь, тем больше времени, чтобы организм очистился. Вот среди нас есть молодой человек, который не пьет и не курит, Кирилл. Кирилл, что вы думаете по поводу вейпов? То есть, молодые люди сейчас активно переходят, они по рядам этими вейпами, и говорят, да это же не вредно, это же никотина там нет, вот что вы думаете по этому поводу? Надо, наверное, начинать еще издалека. Первое, можно вспомнить, что Всемирный организационный охранитель в 60-х годах только задумался о том, что, оказывается, табак нам вреден. То есть, Советский Союз дошел через 20 лет только до этого. То есть, мы бы тоже, да, через 20 лет мы поймем, Господи, что мы делаем. Да, мы вот тихонечко так подходим к этому, мы понимаем, что старшее поколение, которое курит, оно привыкло к этому, им раньше говорили, что курить надо, им давали даже, солдатам давали даже в качестве ежедневного рациона, да, пачку сигарей, что-то они выкули, да, перекурим. У нас, к сожалению, вот такая есть уже тенденция, что мы должны курить. В 2013 году вышел отличный закон ФЗ номер 15 об ограничении табакокурения, защита окружающих от воздействия табачного дыма. Тут табачные компании почувствовали проблему большую, да, то есть перестала приходить прибыль, да. Да, потому что точки продаж значительно отдалились от учебных заведений, потому что им неинтересно же брать тех людей, которые уже курят, это не их курицевая аудитория, потому что они уже будут постоянно нестанавливать. Ну да, как у нас в республике, да, чиновникам говорят, ну там, запретили курить. Интересная именно молодежь, интересные подростки вот нашли такую альтернативу своеобразную, да, нашли своеобразную альтернативу, вот в чем, это вейпы, то есть создали такую альтернативу, сказали, что это модно, вдруг резко для молодежи стала необходимостью. Раньше для молодежи была необходимость, это… Как дополнительный гаджет сейчас, согласна. Да, такой дополнительный гаджет, что стала такая необходимость, сделали моду, вели рекламу, Ну да, приятный дымок, да, вроде бы как-то… Заплатили деньги, да, еще пока еще неизвестно, при том, сколько это, какой вред дает организм, хотя уже есть определенные там какие-то… Вот просто я приведу пример, молодой человек, наш знакомый, стоял курил вейп рядом с окном, и на окне мы потом обнаружили прям вот осадок, наверняка, ну, с легкими то же самое происходит. Конечно, конечно, а вы же доказали ведь тоже как раз… Нету полных таких исследований, что всеми организаций украине сказали… Вот всеми нету, а вот так в целом даже… А так постепенно, это пока только молодая, достаточно молодая такая, скажем, привычка страшная, но она придет, идет такая же страшная привычка, как кальян, не надо забывать, что они просто бешеной скоростью растут, уже кафе вроде японской кухни, приходишь к кафе японской кухни, стоит кальян. Ну, где там, вот одинаково, да, где вот понимают, где японская кухня, где кальян. Это не относится к японской культуре вообще кальян, не стоит, да. Надо помнить, что одни из самых жестких законов, кстати, табачных у нас и в Турции, они тоже вели, достаточно недавно, Каскад же прошел целых законов, они табачные по всему миру, Англия, Турция и так далее, много стран вели. А вот как раз у врача хочется узнать, действительно, есть какие-то исследования по поводу того, насколько вредны вот эти вейпы? Кто-то занимается этим? Ну, я хочу просто обратиться к каждому нашему телезрителю и сказать, что все исследования основаны на статистике. Наверное, наверное, эти исследования появятся, но... Когда появятся первые жертвы, например. Да, 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 то есть, понимаете, за эти исследования кто-то заплатит своей жизнью. Не заплатите, не отдайте свою жизнь, которая попадет в отрицательную статистику, и которая подтвердит вредность этих вейпов и вредность кальянов, кальянов, вредность курения вообще. Но про курение уже все доказано, в принципе. Что такое вейпы? Это просто меняется структура вот этой вот курительной смеси. Все равно, что-то постороннее в легких. Механизм поступления этой курительной смеси в организм, вот и все. А суть-то остается прежняя. Вы знаете, новым курением называют сидение, что человек постоянно сидит, да? Дома сидит, вышел, сел в машину, поехал на работу, на работе сел и в обратном порядке все. А вот хочется спросить теперь уже к Павлу, к вам переходим, да? Как вы вообще занялись именно этим видом спорта? Что кунг-фу вам дают для здоровья? Вы почувствовали? Ну, все постигается в сравнении, как говорит китайская поговорка. Когда я учился в школе, у меня была аскультура тройка. Сейчас мне 50 лет. У вас уже не тройка в аскультуре. У меня нет аскультура. Все мои сверстники имеют пивной живот, лысину, давление, больные сердца, суставы. Я в свои 50 лет являюсь чемпионом России. Я вижу, у вас чудесный хвостик сзади, кстати. И неоднократно победителем между двух соревнований. Если в 50 лет человек занимает свои места в Пекине, это показатель. То есть что ты можешь сделать в свои 50 лет? Мы обсуждали с вами, когда готовились к эфиру, обсуждали с вами такой момент, как нормы ГТО. Я знаю, тоже у врачей хочу спросить. Наверняка есть же какой-то самый полезный вид нагрузки? Говорят, это ходьба. Почему ГТО тогда, а не какой-нибудь готов ходить много? ГХМ, например. Почему? ГТО – это возрождение традиций культуры Советского Союза. То есть когда у нас были нормы ГТО, если взять, те, кто сдал норму ГТО, молодежь перед началом Великой Отечественной войны, это было здоровое поколение, здоровая нация, которая вообще была, молодежь, боеспособная. Сейчас молодежь, она не боеспособная. Не дай бог война, боевать тупо некому. Есть специальные вели нормы ГТО, чтобы поднять уровень физической подготовки нашей молодежи, потому что солдат, новобранцев нет, они все дыхать яги. Они не ходят в спортивный зал, они сидят за компьютером, они все компьютерные бойцы, крутят вот эти вот вейпы и так далее. Ну то, что да, война-то перешла в другую. И поэтому то, что ты вели это хорошо, это прекрасно, но давайте, чтобы это было неформально. А вот вы нам сказали, зачем женщине отжиматься с силой женщины в слабости? Как же быть? Не знаю, потому что женщина не воин, она должна этого воина вдохновлять на битву и встречать оттуда. Тогда ему есть за что воевать. Посмотрите на рекламу, мы кругом видим полуобнаженных красавиц, качающих железо. Мужики где? Они на диване сидят, с пульт на руках или за компьютером. Что-то я их не вижу в спортивном зале или на рекламе. Везде полуобнаженные красавицы с накачанными мышцами. Это женщины? В общем, в таком случае, да, девушки ходят, катаются на самокатах, на велосипедах. Мужчин сдавать нормы ГТО и в спортивные залы. Женщины, будьте женственными. Мужчины, будьте мужиками, в конце концов. А так, а вот кунг-фу, наверняка это не только здоровый образ жизни, это какая-то философия. Я знаю, что наверняка вы тоже не курите, не употребляете алкоголь. Абсолютно. Почему? Это связано с кунг-фу или какое-то другое личное убеждение? Ну, кунг-фу это больше, чем спорт, это образ жизни. Когда мы говорим о спорте, вообще любом, спорт это в основном занимаются люди до 35 лет. Кунг-фу занимаются люди после 35 лет. Когда я приехал впервые в Пекин на международный турнир, я раньше выступал в категории 45-50 лет. Я увидел китайцев, которые занимаются, это международное соревнование категория 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70. Я понял большую перспективу, что в этом так называемом виде спорта можно заниматься до глубокой древности, буквально. Тогда у них спортсмены, в нашем понимании спортсмены люди в 75 выступают на ковре, а у нас, извините, 75, никто не выступает на ковре. Я понял, что этому можно научиться, поэтому я сделал выбор в сторону кунгу, потому что хочется вести как бы активную старость. Вот хочется спросить, человек, мужчина 65 лет, с пивным животом только что бросил курить. Вот посмотрела нашу передачу, только что бросил курить. Какую вы ему физическую нагрузку порекомендуете, вот как кардиолог? Начинать будем с ходьбы. То есть в любом деле нужна умеренность и постепенность. Нельзя сразу его поставить к станку, к железке, чтобы он давал высокий спортивный результат. Любую нагрузку нужно увеличивать постепенно. Самый доступный, самый простой метод увеличения физической активности на сегодняшний день – это ходьба. Когда он приучит себя, и у него появится потребность двигаться, когда у него появится потребность что-то делать и передвигать свое тело в пространстве, ему уже будет мало ходьбы, ему потребуется другая физическая нагрузка, но он к ней должен прийти осознанно. Вот по поводу другой физической нагрузки, знаете, интересный момент прочитала в интернете, что ряд зарубежных компаний, которые занимаются выпуском тренажеров, они начали выпуск тренажеров со встроенным рабочим местом. Или просто стоячих рабочих мест. Скажите, кто попробовал бы работать в стоящее? У меня было рабочее место как раз. Вы, наверное, преподаете, да, большую часть. А вот кто сидит, например? Дома еще тоже так же. Очень большой позиционный опыт, да, в том, что иностранные компании пытаются что-то новое ввести. Вот вспомни, например, зарядки, когда там велотренажер стоит, а это зарядка. Подключаешь телефон на велотренажере, чем быстрее крутишь педали, тем больше заряжается твой телефон, и дольше. То есть это какой плюс был положительный? Мотивация. Да, мотивация огромная. Причем для подростков, да, потому что без связи достаточно же катастрофы. Ну, не только подростков, все равно, к вам без связи. Согласна, я, да. Катастрофа для многих. К этому числу. Поэтому такие моменты, или там ложки появляются, которые могут измерить количество грамм съеденных, когда они там уже начинают пищать, что вдруг ты переел, да, давай, начинай уже, заканчивай свою трапезу. То есть такие моменты, они положительные, нам приходится к ним подходить. У нас у всех уже установлены шагомеры, да, и у всех производительства устанавливают шагомеры, стены телефона. Это очень просто, дешево, бесплатные программы. Поэтому наша жизнь двигается немножко, наверное, в ту сторону положительных. Главное, нам эти тенденции принимать, нам не принимать эти отрицательные тенденции, как вейпы, не принимать такие отрицательные тенденции, как кальяна. Вот принимайте мы положительные, да, вот эти вилотренажеры, вот эти шагомеры. И тогда, я думаю, нам станет как-то получше жить, мы начнем лучше себя чувствовать, начнем лучше, а меньше троять деньги на рекарства, на витамины, на профилактику. Мы начнем уже думать о том, что нам нужны потребности, нам захочется уже развиваться, нам захочется развиваться творчески. И мы уже будем понимать, что, оказывается, альтернатив-то очень много вредным привычкам. Ну что ж, на этой позитивной ноте хочется привести высказывание, которое буквально вчера я прочитала. Вероника Скворцова сказала, глава Минздрава, по самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить в том случае, если сам не укорачивает себе жизнь. Ну что ж, нам есть к чему стремиться. Дорогие друзья, когда я готовилась к передаче, я не ставила себе целью, чтобы вы в очередной раз услышали нотацию о здоровом образе жизни. Только интересные факты и мнения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова